На место происшествия первые пожарные подразделения прибыли уже через 10 минут. К их прибытию огнем была охвачена крыша Тойханы. Оценив масштаб бедствия, спасатели вызвали подкрепление. На тушение задействованы 11 единиц пожарной техники, а также 3 водовоза, ЛТД Турмоз. Также задействованы 60 человек личного состава. В данный момент производится тушение пожара. На данный момент общая площадь пожара составляет 250 квадрат метров кровли крыши, как видите, задымление. Но и этих сил оказалось недостаточно, и на место ЧП были вызваны дополнительные пожарные бригады. В общей сложности на ликвидацию огня были брошены более 80 борцов с огнем и 19 автомашин. Площадь пожара через час выросла до 300 квадратных метров. Возможно, огонь был бы ликвидирован в короткие сроки, но тушение затрудняло напряжение в местной электросети. Когда прибыли первые пожарные подразделения, пожарные не сразу приступили к тушению пожара, потому что там были преграды, а именно вся Тойхана не была обесточена. Это дополнительно вызвало затруднения, поэтому специально вызвали службу энергетики, специалистов этой службы. Они, когда полностью отключили Тойхану от электроэнергии, только тогда пожарные приступили к тушению пожара на крыше Тойханы. На ликвидацию огня пожарным потребовалось около двух часов. Происшествие обошлось без пострадавших. Причины возникновения огня сейчас выясняются. По одной из версий, накануне в Тойхане проходило торжество, на котором были использованы фейерверки. Искры попали под перекрытие, где были легковоспламеняющиеся материалы, вследствие чего и мог произойти пожар. Даня Архудайбергенов, Амантай Ульбеков, Вербол Макашев, информационная служба телекомпании ОТРАР.